Ты боишься микробов? Значит, ты человек прошлого. Сегодня все уже знают, что химия вредит здоровью человека. Но все равно обыватель продолжает покупать средства бытовой химии в продуктовых магазинах. Сказывается многолетняя привычка обывателя. Нет явной угрозы перед глазами, значит смерть еще не близко, а вось пронесет. Именно этот пофигизм обывателя по отношению к своему здоровью являются мотивацией широкого производства ядохимикатов под названием бытовая химия. Вся реклама бытовой химии идет с главной мыслью – убить микроба. Микробы рисуются этакими гаденышами, страшными и ужасными. Подобные картинки микробов рисуют безответственные художники, работающие на интересы химического формагеддона. Подобную рекламу выпускают люди, которые не являются сторонниками здорового образа жизни. Это люди без совести. Сами они живут недолго, поэтому и остальные за собой в могилу тянут. Отношение к микробам в обществе меняется очень быстро и в нужную правильную сторону. Подумать только, еще недавно все человечество считало микробов своими врагами и старалось убить микробов различными биоцидами и ядохимикатами. Сегодня человек, который упорно убежден, что микробов надо убивать, считается человеком из прошлого. Такой человек архаичен в своих убеждениях. Такой человек должен постепенно исчезать из нашей природы как вид. Исчезать он должен во обнимку со своими любимцами. Биоцидами, стиральными порошками, антибиотиками и моющими средствами типа доместос. Сразу оговорюсь. Здесь и далее я использую доместос как имя нарицательное. Уж больно красноречиво в рекламе доместоса заявляется стремление убить всех микробов. Ужас наводит лишь одно заявление, что доместос рекомендован к использованию во всех школах государства России. Чистота, которую доместос помогает поддерживать в школах по всей России. Безжалостное уничтожение микробов. Вот что делает доместос непобедимым. Такой плакат мог создать только робот, который ничего не понимает в настоящей жизни. Достаточно одного аргумента, который объясняет все наше отношение к доместосам. Человек, убивающий всех микробов, прекращает свою жизнь мгновенно. А нам предлагают за это химическое средство еще и деньги платить. Какой античеловеческий цинизм? В таком порошке не выживает ни один микроб, ни одно микробное сообщество, включая человека. Да, создатели порошка абсолютно правы. Никто не выживает в порошке. В одной московской школе в 2019 году произошел следующий показательный случай. Мне это рассказала мама одного из малышей. Случилась массовая инфекция детей. Школа была закрыта на один месяц на карантин. Во время карантина, по инструкции Роспотребнадзора, проводилась дезинфекция классов. Потом дети были запущены в классы. С первого дня возобновления занятий, большинство детей стало жаловаться на аллергию. А у некоторых детей проявился астматический синдром. Дети задыхались. Дети вдыхали летающий по школе доместос. Я это говорю не потому, что мне хочется найти ответственного виноватого за детскую аллергию. Я говорю, чтобы еще раз показать, на каком низком уровне находится информация у специалистов, отвечающих за здоровье детей в школе. Такие специалисты могут сказать мне, что нет никакой альтернативы имеющимся инструкциям Роспотребнадзора. И это лишний раз будет свидетельствовать, что мы имеем дело с чиновниками из прошлого. Низкий профессионализм и формальная ссылка на инструкции мохнатого года – вот что на практике уготовано нашим детям. Сами врачи в большинстве своем со скепсисом относятся к традиционной исторически сложившейся доктрине лечения антибиотиками. Сами врачи в душе понимают и молча говорят пациенту – лечение опасно для вашего здоровья. Почему так происходит? Ответ очевидный. Старая доктрина все дальше уходит от законов природы. Это относится и к поиску новых вакцин против вирусов, и к использованию токсичных дезинфектантов при обработке инфекционных помещений, и к использованию одной только мысли – убить микроба. Все подобные попытки абсолютно не отвечают законам природы, и дальнейшее развитие этих направлений становится лишь пустой затратой времени и денег. Все методы оказания медицинской помощи человеку должны нести природоподобный характер, должны отвечать законам природы. Тогда у нас все получится. Если вы применяете вакцину, то она должна быть результативной, без ссылки на мутацию, и не отравлять организм человека. Если вы используете дезинфектант в школе, то мероприятие не должно вызывать токсичное отравление детей, и контрольные смывы не должны фиксировать рост патогенов через 6 часов после акта дезинфекции. Если вы хотите победить микроба, то старайтесь это делать, как прописано в законах природы. Используйте биологический закон конкуренции. Надо, чтобы все применяемые методы были подчинены законам природы, а не законам убийства природы. Альтернативные методы, апробированные и результативные, давно уже есть. Инфекционные проблемы решаются средствами с полезными микробами. Средства лояльные, нетоксичные, результативные, безопасные для здоровья ребенка. Я лично уже давно не хочу, чтобы мой ребенок дышал летучими химикатами. Наши люди должны уметь управлять микробами. Надо не убивать. Надо уметь управлять микробами. Это становится сегодня более чем очевидно. С людьми старого мировоззрения нам все понятно, и мы оставим их в покое и в прошлом. Блиль. 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 Продолжение следует...